О том, что Рязань могла бы стать туристическим центром России, говорят давно. И надо сказать, последние годы гости из соседних регионов с удовольствием посещают столицу ВДВ, родину Сергея Есенина и место, где растут глазастые грибы. Так сказать, наверстывают. Рассматривают чудесный городок, который по задумке должен был войти в Золотое кольцо России. Но в связи с наличием секретных производств, военных училищ, привлекать потоки туристов в город негласно не рекомендовалось. Теперь же скрывать нечего, но и из того, что показать, осталось далеко не все. Скажем, еще десяток лет назад Рязань была центром деревянного зодчества. Сегодня же остались только отдельные экземпляры представителей памятников деревянной архитектуры 19 века. Были задумки сделать музей под открытым небом, целую улицу из таких памятников. Идею замяли, домики перемешались с новостроями, потерялись среди современных зданий. А те, что чудом выжили, в большинстве своем пришли в негодное состояние. Вот и выходит, что в последние годы главной достопримечательностью и чуть ли не единственной был Кремль. Сейчас ситуация кардинально поменялась. В Рязани у меня несколько тематических маршрутов, потому что, в общем, обзорная экскурсия, она такая традиционная, как вот, наверное, в любом другом городе, который затрагивает исторический центр. Но ведь помимо общей какой-то информации, здесь еще информация, которая просто в обзорную традиционную экскурсию не попадает. Это, может быть, какие-то истории о личной жизни известных рязанцев. Может быть, какие-то страшные моменты истории. Еще какие-то тематические, детские в том числе, экскурсии. То есть, вот такие тематические экскурсии я и делаю по Рязани. Ну и по области, само собой, формируются маршруты, такие довольно нетривиальные. Маршруты в рамках проекта «Я вам покажу» разрабатывают такие же люди, как Ксения, прекрасно знающие историю каждого метра в центре и готовые рассказать массу интересного о тех местах, которые мы порой даже не замечаем. Подобные экскурсии будут интересны, пожалуй, не только туристам, но и жителям города. Много нового узнать доведется, уж поверьте. По Рязани мне очень нравится маршрут «Улочки и закоулки». Это маршрут, который затрагивает историческую часть города, но, как я называю, не парадную Рязань. То есть, та Рязань, которая не входит в традиционный обзорную, ту, которую, как стараются, туристам не показывают. Но, тем не менее, эта часть города тоже очень интересна, колоритная, абсолютно огромное количество интересных домов. Инициативные горожане, именно они разворачивают застойный период в сторону растущего интереса к городу. В пример приводим в очередной раз улицу Почтовую, согласитесь, получилось здорово. И напомним, без каких-либо движений со стороны властей. Насколько преобразилось пространство в районе Лыбецкого бульвара, и вовсе трудно поверить. Старый город, инициатива бизнеса, сегодня любимейшее место и для горожан, и для гостей. Сильно не хватает набережной, но и тут в скором времени все переменится. Проект преображения рюминых прудов превратит наш город во вполне себе интересный объект. Из ближайших, вот у меня 11 июня, будет экскурсия новая. Это у нас новый совсем маршрут, называется «Вода и дерево. Две стихии Мещерского края». Немало замечательного и в области. Константиново, городище Старая Рязань, музей деревянного зодчества в Лункино, Касимов с его древней архитектурой, музеями самоваров и колоколов в Солоча. Все эти точки крайне привлекательны и интересны. Немало в облик Рязанской земли внес некогда барон фон Дервис. Вот только сегодня судьба уникальных мест, появившихся на свет благодаря ему, складывается так, что туристическими центрами им не стать. Старожилово, конезавод, библиотека и другие постройки в упадке. Мы не раз подробно рассказывали о судьбе этих уникальных построек. Но воз и ныне там. И вскоре от конезавода останутся только воспоминания и руины на том месте, где могли бы фотографироваться гости города и проводиться экскурсии, конные выступления и соревнования, прогулки и многое другое. Замок барона, расположенный в Кирицах и известный как замок Золушки, возле которого так любили проводить сказочные фотосессии девушки в красивых платьях, влюбленные пары и свадебные кортежи. Теперь тоже недоступен для туристов. Территорию закрыли и объясняют тем, что она принадлежит санаторию и гулять тут не положено. Но возмущенные вопросы, почему бы не перенести санаторий в другое место и не открыть замок для общественности, охранники на входе разводят руками. Стоит убрать отсюда санаторий, кто же следить за всем будет. Уже через год все превратится в руины. Как жаль, но доля правды в этом все-таки есть.